Всем привет, это Бостон. На тестовый сервер вышел патч 1.6.20 с новым героем Валентиной, а на основной сервер подъехали хотфиксы с бафами для тех героев, которые оказались недостаточно сильными после предыдущего патча. Ну и в конце видео, как обычно, будет инфоблог с новыми ликами. Но начнем с нового героя, маг Валентина. На мой взгляд, очень экспериментальный герой, ее ульта на время копирует ульту вражеского героя. Причем пока многие ультимейты копируются достаточно криво. И мне кажется, разработчикам придется очень много поработать над тем, чтобы нормально сбалансировать эту способность героя. Валентина на тестовом появилась на ограниченное время. Я думаю, потому что Мунтоны хотят посмотреть, как она вообще будет работать в матчах. И мне почему-то кажется, что ульту у нее все же поменяют. Но посмотрим. На самом деле, остальные скиллы Валентины тоже достаточно необычные и интересные по механике. Например, пассивкой после несения урона со скилла по врагу, Валентина получает 40 опыта. Но по крайней мере так написано на самом скилле. Хотя на самом деле она получает дополнительный опыт, даже если наносит урон с автоатак. Но не чаще, чем раз примерно в 3-4 секунды. То есть, теоретически, она должна получать высокие уровни раньше других на карте. А если ее уровень выше или равен вражескому, то она восстанавливает себе хп в размере 50% от нанесенного урона. Это достаточно контактный маг и восстановление здоровья ей будет очень кстати. Да и концентрированную энергию можно будет не покупать. Первый скилл наносит урон по VR-образной области. Точнее, урона от этого скилла не так уж и много. Зато он замедляет врагов и вешает на них метку. Если по помеченному врагу попасть этим скиллом еще раз, то он будет дезориентирован на одну секунду. Прям как от первого скилла Виксаны. Кстати, модельки этих героев очень похожи. Возможно, Валентина это живая сестра Виксаны или что-то вроде того. Второй скилл дает два рывка и также наносит небольшой урон. Но тут нужно понимать, что нормально скиллы работают только в комбинации друг с другом, так как второй скилл уменьшает кулдаун первого. И таким образом мы можем дезориентировать врагов, попадая по ним первым скиллом несколько раз. Ультимейт, как я уже говорил, копирует ульту вражеского героя. Причем работает это пока все очень криво. При копировании ультимейтов некоторых героев, копируются также и их скиллы. А ульта Валиры, например, вообще бесполезна. Или возьмем, к примеру, ультимейт Чане. Он наносит очень мало урона, потому что ульта Чане хорошо работает только когда на ней висит щиток. Некоторые другие ультимейты, наоборот, работают слишком хорошо. Например, ульта Минотавра сразу заряжена. Или ультимейт Иксборга после взрыва не отнимает половину хп. Кстати, если Валентина превращается в героя физического типа, то ее магическая сила преобразуется в физическую атаку на время использования ульты. Все ультимейты я, конечно, тестить не стал, но вот самое интересное, на мой взгляд. При превращении в Глу, так же, как и при превращении в Лейлу, копируются вообще все скиллы Глу. А при использовании ультимейта на Клинте появляется только одна пуля. Соответственно, урона мы нанести с него много не сможем. А у Кагуры, естественно, срабатывает только одна ульта, которая с зонтиком. А если использовать ульту Ханза и умереть во время ее действия, то умрет не демон, а сама Валентина. И если использовать ульту на другой Валентине, то ничего не будет происходить. Ультимейт даже не будет вставать на кулдаун. Ну а если спереть ульту Джонсона, то он превратится из машины обратно, как только закончится действие ульты Валентина. В общем, герой очень экспериментальный и требует больших доработок. Теперь переходим к хотфиксам, которые сегодня вышли на основной сервер. Бафнули Адетту, ей немного увеличили урон с первого скилла и ощутимо подняли базовый размер щита при использовании ульты. А то выживаемости ей, конечно, очень сильно не хватало после реворка. Но мне почему-то кажется, что щит придется увеличивать еще. Фани еще больше уменьшили затраты энергии на первом скилле. А Броуди увеличили урон по миньонам на линии с первого навыка. И Клинту снизили затраты маны на первом скилле и ультимейте. Ну а теперь переходим к инфоблоку. Изображение нового скина на Грэнджера. Изображение нового скина на Госсена. Изображение нового скина на Глу. Похожие концепции есть уже у Чанэ и Кусаки. Изображение из истории ревампов. Кстати, эти изображения в достаточно хорошем качестве можно найти в нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Изображение к празднованию пятилетия Моблы. А вот и готовящаяся новая линейка скинов. Руби, Беатрис, Лейла и Лолита. Изображение скинов, которые уже совсем скоро выйдут. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok